Здравствуйте, меня зовут Настя, я номер 25, голосуйте за 25. А сейчас я спрошу несколько, к сожалению, вопросов и хочу задать вопросы про путешествия. Ты был в Африке. Расскажи, пожалуйста, это совершенно другой менталитет. Что тебя вдохновило, что тебе понравилось в людях, а что наоборот разочаровало? Да, мы были в Африке и, наверное, большой инсайт, который я там получил, это то, что люди там наиболее счастливые, чем у нас здесь в России. И они более бедные, чем у нас здесь в России. У них нет абсолютно ничего, глиняные дома, голые дети, просто которые в непонятной одежде бегают по улицам. Но они более счастливые, потому что они живут большими семьями, потому что они дружат всей улицей, ну, по крайней мере, в тех местах, где мы были. И это, конечно, удивительно. Ты вдохновился все-таки этой поездкой, правильно? Да, конечно. Я всем рекомендую побывать хоть раз в жизни в Африке, либо в подобных странах, где люди живут бедно, для того, чтобы понять, что у нас есть реально абсолютно все в России, и что Россия — это страна возможностей. Спасибо за ответ. Я читала у одного блогера и путешественника известного, что для восхождения на Кельманджаро ему понадобился год подготовки и 4,5 тысячи долларов. Что из этого правда? Про год подготовки — это неправда, а второе — больше. Ну, у тебя получилось все. Молодец. И последний вопрос. Расскажи, были ли у тебя когда-нибудь мысли покинуть Симферополь, Крым, переехать в столицу, либо вообще поменять страну жительства? И, может быть, они сейчас у тебя есть? За последние три месяца я был около 20 раз в Москве. Практически каждую неделю я летаю в Москву, но я не буду там жить. И одно время я жил в Питере три месяца, и я не буду там жить. И дальше Крыма земли нет, так что, наоборот, все прилетают к нам в Крым. Зачем отсюда уезжать? Я тоже так думаю. Спасибо большое. Номер 25, Анастасия, голосуйте.